Добрый вечер, в студии Виталий Сопрыкин. Сегодня мы обсудим не совсем простые вопросы взаимодействия законодательных властей двух регионов Тименской области и их мало. Зачем округу иметь депутатов в Думе Тименской области и какие совместные проекты с областью сейчас актуальны? Хочу представить депутата Тименской думы от Югры, профессионального врача, отдавшего медицине 35 лет, профессиональную политику, человека не только несколько раз бывшим депутатом, но и который избирался главой Нягани. С 2016 года представляет интересы округа в законодательном собрании Тименской области. Нефедев Владимир Александрович. Здравствуйте, Владимир Александрович. Давайте начнем с такого общего вопроса, просветительского плана, наверное. Скажите, не всем понятно, зачем иметь депутатов от ХМАО в Тименской думе, казалось бы. Где Тюмень, где ХМАО? Какие там вопросы решаются? Не депутаты, а нас 15 депутатов от Югры, которые избираются в Тименскую областную думу. Которые представляют интересы югорчан. Интересы при формировании и защите бюджета Тименской области, при решении вопросов в делении финансовых ресурсов на строительство объектов социального назначения. Финансовых ресурсов для социальной поддержки отдельных категорий граждан. И многое-многое другое. То есть, это большая работа, которую выполняют представители Югры, депутаты от Югры в Тименской областной думе. То есть, по сути, это представление наших интересов на уровне уже всей Тименской области, да? Ну, исторически сложилось так, что мы три субъекта выбираем, губернатора Тименской области. Вот как-то так. То есть, все вскладчину решаем, да, вот эти вопросы. Вы избирались по избирательному округу номер 6, насколько я помню. Какие территории входят в зону вашего влияния? Территория достаточно большая, сложная, логистическая система. Это Белоярский район, Октябрьский район, Кандинский район и город Нягань. То есть, это самые большие, по сути, территории? Ну, если посмотреть на карту Ханты-Массийского округа, это более 20% территории Ханты-Массийского округа. И вот как часто бываете на своих подответственных территориях? Постоянно в дороге. Постоянно в дороге. Стараюсь, когда формируются зимние дороги, а зимние дороги, доступность поселения Октябрьского района, таких поселений очень много. И в Кандинском районе я стараюсь в зимнее время проехать все поселения Кандинского, Октябрьского района. Плановые командировки – это обычное мероприятие, когда планируем с главами муниципальных образований, с главами поселений, мои рабочие поездки в поселение, для того, чтобы провести приемы по личным вопросам граждан. Заблаговременно оповещается население о том, что приедет депутат Тюменской областной думы. Это получить наказы избирателей, пообщаться с бюджетниками, для того, чтобы выяснить, в чем нуждаемость бюджетных учреждений в тех или иных поселениях моего подопечного избирательного округа. Достаточно часто бываю в избирательном округе. Где больше времени проводите? В Кемене или все-таки в округе? В округе. Больше времени провожу, конечно же, в своем избирательном округе. И я хочу сказать, что здесь большая работа проводится по реализации проектов, которые мы инициируем в 6-м избирательном округе. Это такой проект, как «Право знать». Это юридическое просвещение населения. Дело в том, что даже молодежь не понимает и не знает тех своих возможностей, по которым может улучшить свои жилищные условия. Это касается только жилищных условий? Это касается всевозможных норм законодательства, которые непосредственно влияют на качество жизни жителей. Мы ежегодно выпускали и выпускаем небольшие буклеты «Право знать», где основные вопросы, которые задаются и главам муниципальных образований, и депутатам разного уровня, наиболее часто задаваем вопросы. Мы доступным, простым языком объясняем жителям, как можно использовать те или иные законодательные нормы. То есть сборник такой вопросов наиболее задаваемых, да? Это тоже большой пласт работы депутатской, который, в общем-то, он необходим, прежде всего для того, чтобы обеспечить качество жизни. Вот я и спросил, почему депутат Тюменской думы, понимаете, почему первый вопрос был с чем связан. Вы приезжаете и говорите, сейчас с вами будет встречаться депутат Тюменской думы. Люди не задают вопрос, а почему здесь Тюмень-то, да? В деревнях где-нибудь нет таких вопросов? Ну, мне не задают таких вопросов. То есть вас знают? Почему? Потому что меня знают. Я известный человек в своем избирательном округе. Поэтому не задают вопрос. И потом, вопросы ведь решаются независимо от того, Тюменский депутат, депутат Государственной думы или депутат Окружной думы. Вопросы аналогично задаются депутатам и местного уровня. Вот, кстати, какие вопросы в основном задаются? Я так понимаю, это жилье на... Я уже, да, ну на первом плане, конечно, это жилищные вопросы. Вот молодежь приходит, молодая семья. А как вот мы живем уже здесь, мы родились, мы живем в этом поселке и не знаем, как улучшить, снимаем жилье, допустим, в поселке. Я говорю, ребят, ну извините, вот есть программы, окружные программы, которые доступны для вас. Вы знаете об этих программах? Нет, не знаем. Это на прием по личным вопросам. И мы начинаем объяснять. Интересно, кого упущение тогда, что они не знают об этих вопросах? Ну, упущение, наверное, от самих людей, от самих молодежных семей. Просто, просто текучка, замылили, как говорят, глаза. У всех есть интернет вообще-то. Да, ну у всех есть интернет, но иногда не используют с той целью, с которой необходимо обеспечить их качественную жизнь. Вот хорошо. Вы пять лет уже практически, ну, будет пять лет, да, депутатом являетесь Тюменской думой. Вот за эти пять лет, вот по вашему мнению, основное, что удалось решить? Виталий, вы знаете, что удалось решить? То, что планировали, то, что были наказы избирателей. Ну, за пять лет, по крайней мере, вот если говорить о переселении из оболочного фонда жителей, то это огромнейшая работа была проведена муниципальными образованиями там, где были балки. По крайней мере, более полутора тысяч семей проживало в балках и вагонах в городе Нягань. Сегодня осталось всего две семьи, которые проживают в балках, просто не желают переселяться из этих балков. Но в судебном порядке, конечно, и эти балки будут снесены. Это строительство дорог. Население мы приблизили строительством дорог к так называемой большой земле. По программе была построена дорога Униган-Коммунистический, 43 километра, которая сократила путь до Екатеринбурга, жителей Октябрьского района, Белоярского, Октябрьского и города Нягани на 150 километров. Мы стали ближе к Екатеринбургу. Это в прошлом году построили более 70 километров дорога, дорога от Мортки до Куминского, это Кандинский район. И будет продолжение этого проекта. Это за счет бюджета ХМАУ все это строилось? Это было построено за счет программы сотрудничества. Программа сотрудничества и все это работают. Мы о ней немножко далее поговорим. Это, кстати, очень важный проект, основной, наверное, я понимаю. Что не удалось сделать? Вот были? Не удалось, наверное, сегодня, буквально недавно, мы с Натальей Владимировной были в Нягани и были на объекте, долгострое, это железнодорожный вокзал в Нягани. Не удалось. Ну, здесь и объективные причины нарушения сроков сдачи спланировали в 2020 году, но пандемия, по всей вероятности, помешала сдать этот объект вовремя. А до этого были просто недобросовестные подрядные организации, которые заходили и уходили с этого объекта. Хорошо. Смотрите, у вас 35 лет врачебной практике. То есть вы были главным врачом в больнице. Вы знаете все эти проблемы изнутри. Какие проблемы в нашем здравоохранении обнажила пандемия? Основные. Ну, основные проблемы, наверное, это... Они родились благодаря тому, что возникла пандемия. Это, по сути, чрезвычайная ситуация, когда все структуры власти и здравоохранения должны мобилизовать все для того, чтобы ликвидировать ЧАЭС. Так и пандемия. Я считаю, что справились достойно с теми задачами, которые пандемия поставила перед всем сообществом Российской Федерации, до всего мира, во всем мире, в Российской Федерации. Ну, а если на уровень Кеменской Матрешки опуститься и округа... Мобилизовали все ресурсы для того, чтобы в кратчайшие сроки перепрофилировать лечебные учреждения в ковидные госпитали. Это удалось то сделать, по вашему мнению? Это удалось сделать, и удалось сделать в кратчайшие сроки. В кратчайшие сроки были реализованы финансовые ресурсы для приобретения необходимого, очень необходимого оборудования. Аппараты ИВЛ, искусственная вентиляция легких, потому что в большом количестве требовалась данная аппаратура для того, чтобы спасать людей. И спасать не вчера, сегодня, а на перспективу дальше. Потому что коронавирусная инфекция продолжается, и мы ждем, к сожалению, ждем еще одну волну коронавирусной инфекции. И мы готовы к этой встрече. По-вашему, когда она придет, еще одна волна? Вот сейчас мы находимся в каком? На подъеме этой волны, или все-таки уже на плату вышли? Нет, мы вышли на плату, по крайней мере, по моим территориям, Белаярский, Октябрьский, Кондинский и Нягань, мы вышли на плату, стабилизация наступила. Но ожидаем следующую волну где-то в ноябре-декабре. То есть еще раз будет? Там уже будет другой штамм, насколько я понимаю? Вероятнее всего. Вы, кстати, прививку поставили? Да. И сознательно? Как и требовалось, через полгода после того, как я переболел. Вы переболели? Сдал анализы, да. Ну, хотя сейчас, независимо от результата анализа, через 6 месяцев можно прививаться уже, не дожидаясь и 6-месячного срока, и результатов анализа на ковид. Я не просто так спрашиваю, потому что темпы вакцинации замедляются, об этом говорят графики, замедляются в округе, ну, то есть территории очень неравномерно вакцинированы, скажем так, и в округе. Как вы оцениваете вообще свои, ну, вообще, темпы вакцинации в округе, и в частности в своих регионах, где вы работаете? По-разному. Есть коллективы, где приобретается стопроцентный иммунитет, то есть стопроцентно вакцинируются сотрудники предприятия, а есть предприятия, в которых присутствует негативное отношение к прививке. Но надо понимать, что мы победили корь, мы победили полиэмилит, мы победили, побеждаем грипп, разные штаммы гриппа, появляются вакцины, мы прививаемся, легче болеем этими болезнями. С 1994 года в 70 раз смертность уменьшилась по обычному гриппу. Безусловно. Поэтому мое полное убеждение прививаться необходимо. А вы нам тайно откроете, весь депутатский состав корпуса Тюменской областной думы привился или нет? Или есть там ковид-диссидент антипрививший? Из-за исключения тех, у которых есть противопоказания. А в основном да. Давайте перейдем туда к программе сотрудничества. Вот это основная программа взаимодействия регионов, по которой выделяются большие деньги, строятся и дороги, в частности, и больницы. Про больницы мы поговорим попозже. Что это за программа сотрудничества? Это программа, которая сформирована тремя субъектами Российской Федерации, автономной округами и Тюменской областью. Программа, которая определяет взаимоотношения между тремя субъектами по реализации социальных программ, по реализации строительства объектов социального назначения, по отношению социальной поддержки жителей трех субъектов Российской Федерации, финансируемой из программы сотрудничества. Ну и многое-много другое. Развитие туризма, развитие здравоохранения. Вот понимаете принцип, смотрите, у каждого региона свой бюджет, но по большому счету есть еще и федеральный бюджет. Ну казалось бы, ну пускай регион справляется с своим бюджетом, зачем это сотрудничество, эти денежные потоки, зачем они должны переплетаться? Дело в том, что мы решаем общие для всех наших субъектов, Ямалы, Югры и Юг Тюменской области, одни проблемы. Даже если взять жилищные программы, которые работают на переселение северов, людей, которые отработали много-много лет, десятки лет на севере, они переселяются в Тюменскую область, в город Тюмень, Тюменскую область, получают сертификаты по данной программе и переселяются в новые квартиры благоустроенные. Это программы детского отдыха, детского отдыха детей северов отдыхают в Тюменской области и получают санатурно-курортное лечение в Тюменской области. Это нормальное сотрудничество, которое, так скажем, в интересах жителей, в интересах жителей для того, чтобы создавать и комфортную среду там, где они проживают, и получать необходимые услуги в Тюменской области. То есть совместные решения каких-то проблем, которые вообще нужны. Тогда еще такой вопрос. Туризм, медицина, вот вы упомянули, строительство на следующие пять лет. На чем будут сосредоточены усилия этой программы? Как вы думаете? Я считаю, что мы должны завершить вот те начатые проекты, которые не успели за пять лет завершить. Это касается, прежде всего, переселения из аварийного жилья, которого у нас на Северах очень много, и в Кантемасийском округе, и в частности. Мы должны завершить объекты незавершенного строительства в здравоохранении. Есть у нас объекты, которые, так скажем, в разряд долгостроев перешли. Там уже не то, что долгострои, там уже помимо вечность уже название. Многие годы, да. Многие годы жители надеются, что вот-вот, наконец-то, этот объект откроется, и будем получать качественную медицинскую помощь по современным технологиям. А они все еще строятся. Завершить. Ну, конечно же, необходимо работать и на перспективу, создавать новые проекты, которые уже есть. Как вы думаете? Какие направления еще откроются, может быть? Строительство моста в районе Сургута. Проектирование заканчивается и начинается строительство. Это продолжение строительства дороги, которая соединит три субъекта Российской Федерации. Это Хантемасийский автономный округ, Свердловскую область и Тюменскую область. Это дорога от поселения Куминско-Кандинского района до Тавды, Свердловской области. И у нас откроется транспортный коридор напрямую в Свердловскую область. То есть она будет построена, эта дорога? Да. Сейчас уже проектирование ведется с нашей стороны до границы со Свердловской областью. И свердловчане проектируют свой участок дороги. Это около 50 километров. Откроется прямое сообщение Югры уже по короткому пути. То есть получается, это из программы сотрудничества также строится будет? Программа сотрудничества финансировала строительство от Мордки до Куминска 70 километров. И будут продолжения этой дороги уже до Тавды. Хорошо. Давайте о долгостроях. Вот упомянули. Это у нас самый известный долгострой в округе. Это Нижневартовская окружная клиническая больница. Строим уже 11-й год, по-моему. Если память не изменяет. Изначальная сумма там была, я же не помню, 6 миллиардов, по-моему. Сейчас это уже стоит под 30 миллиардов, это стоимость этой больницы. Я так понимаю, что из программы сотрудничества 18,5 миллиардов в этом году было выделено? На последнем заседании Тюменской областной думы мы приняли закон о внесении изменений в бюджет Тюменской области в части реализации программы сотрудничества. И выделены эти финансовые ресурсы для завершения строительства Нижневартовской области. Вот у меня тогда вопрос. Огромные средства выделяются, на самом деле, это больница, это золотая, она уже стала, в плечи выездницах. Почему так произошло? Вот ваше мнение. Ну, здесь, по всей вероятности, мое убеждение в том, что были недобросовестные подрядчики, заходили на этот объект. Были проблемы с пандемией, вот в последнее время. То есть, объективные и субъективные причины. Много, если глубоко вдаваться во все механизмы, которые способствовали способствовали оттягиванию срока ввода данного объекта, то их наберется огромный список. Поэтому, одно хочу сказать, что сейчас финансово этот объект мы поддержали, он обеспечен финансово. И есть все основания считать, что в ближайшее время этот объект будет сан. Ну, вот на примере этого объекта, как могут депутаты, в том числе Тюменской думы от ХМАО, контролировать распределение этих огромных ресурсов на самом деле? Вот выделили на больницу, опять придет некачественный застройщик, и опять исчезнут эти деньги. Ну, образно говоря, как-то вы имеете какой-то механизм контроля над этим всем? Контрольная счетная палата отчитывается, проверяет, отчитывается и на заседании окружной думы. Так скажем, по мере необходимости, по плану, плановые проверки проводят и докладывают депутатам окружной думы. Депутаты Тюменской областной думы присутствуют на этих отчетах и участвуют в заседаниях окружной думы. Поэтому контроль, он постоянный, и я не хотел бы сказать, что здесь бесконтрольно все это выполняется. Нет, понятно, что контроль есть. Контроль есть, он останется контроль на все последующие годы. Предстоит выборная кампания, как вы думаете, она вообще насколько жесткой будет в этом году? Ну, простых кампаний выборных не бывает. Почему? Потому что это конкуренция. А конкуренция это борьба, а способы и методы борьбы, они бывают в разное время самыми разнообразными. И хотелось бы, чтобы не было грязных технологий на выборах, чтобы были честные выборы. А конкуренция рождает вот эти обострения заболеваний даже, как врач, хочу сказать, у участников выборных кампаний. Какое у нас основное заболевание выборной кампании? Вот все-таки, по вашему мнению, как врача. Чем основном болеет? Технологии какие-то используются некачественные? Или все-таки... Ну, хотел бы сказать, что я уже не одну компанию... Тем более, у вас опыт есть. Да, не в одной компании, не в первой компании участвовал в 2016 году, а до этого участвовал в трех компаниях выборных. И хотелось бы отметить, что с каждым разом вот этих вот грязных технологий становится все меньше, меньше и меньше. И это радует. Вы, наверное, слышали, это вызвало очень большое обсуждение, скажем так, волну обсуждения, когда депутат одной из парламентских партий, депутат, господи, лидер одной из парламентских партий, высказал мнение, что пора бы уже, собственно, объединять Тюменскую область и на их мало. Хватит. Ну, это история давняя, она возникает постоянно перед выборами. Но мое твердое убеждение в том, что этого нельзя делать. Я ярый противник вот этих механизмов. А выступление лидера партии и озвучивание его вот этой проблемы по объединению, это, наверное, популизм. Популизм, которым стремятся вызвать, наверное, какое-то волнение у жителей. Вот этого нельзя делать. А зачем? Он же, вот эти такие заявления, они прежде всего бьют по той партии, лидеры, которые это заявляют. Зачем этот популизм? Прекрасно знаешь, что у нас, наверное, 90% жителей против. 100%. 100%. Вам, как депутату, задают эти вопросы? Задают. Задают и спрашивают мое мнение. Мое мнение. Я убежденный противник этого мероприятия. Понял. Вот на заседании комиссии под депутатской этикой и парламентским процедурам, которые вы изглавляете, рассматриваются такие вопросы, как профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства. Про профилактику суицидов у школьников и молодежи. Вы знаете, эта проблема, она с каждым годом обостряется. Ну, по всей, наверное, известной причине. Известной причине участившиеся случаи суицидов среди подростков. А вот как? Почему известная, скажите? Ну, причины, прежде всего, это сети, нахождение наших подростков в сетях. Это всевозможные отношения, совершенно неправомерные отношения в подростковом сообществе. Я хотел бы сказать, что вот мы провели такой, получив данные из отчета уполномоченного по правам ребенка Ханты-Массийского округа, да и Тюменской области. Немножко, так скажем, вздрогнули. Почему? То есть, в полтора-два раза участились случаи и законченные, к сожалению, случаи суицидов среди подростков. Полтора-два раза это за какое время вы имеете в виду? Это был отчет 2019-2020 год. Участились случаи. В два раза это очень много. Поэтому при общении со специалистами, детскими психологами, школьными психологами, работниками детских комнат милиции, специалистами, как говорят, замыливается глаз. Поэтому мы реализовали такой проект, как «Взрослый рядом». Для Левобережья Аби, это поселения Белоярский, Октябрьский, Советский, Березовский район, специалистов собрали в городе Нягоне, около ста специалистов и провели вот такой трехдневный семинар. Вот вы знаете, пока еще говорить о пользе этого проекта мы не можем, но проанализируем, заслушаем очередной отчет за 2021 год уполномоченных по праву ребенка. Я надеюсь, что он будет немножко более оптимистичный, наверное, чем был до этого. Ну, воспринят этот семинар, хочу сказать, с таким вдохновением специалистами, что в последующем просили еще такой проект реализовать уже на востоке Кантемасийского округа. Ну, вот на этой оптимистической ноте мы прощаемся, потому что наша программа подошла к концу. Владимир Александрович, спасибо, что прояснили некоторые моменты депутатской деятельности, рассказали о сегодняшней проблематике, как у нас в округе, все, что связано с взаимодействием с Тюменской областью. До встречи в эфире телеканала «Ульгра» в следующий вторник. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»